Здравствуйте! В Абхазо-Грузинском конфликте действительно участвует одно из российских подразделений. Его униформа – белые халаты. Как пишет «Пятницу Красная Звезда», российские военные медики проводят в Гудаутском госпитале уникальные операции. Они спасли жизнь и корреспонденту газеты майору Владимиру Попову, тяжелораненному при выполнении редакционного задания. Ну а в Москве судьбой стрингеров в горячих точках озаботился независимый профсоюз журналистов России. Недавно делегация профсоюза побывала в Южной Осетии. В итоге подписан договор с правительством, гарантирующий безопасность и нормальные условия работы, как для российских, так и для иностранных журналистов в Южной Осетии. Кроме того, при участии профсоюза планируется страхование жизни и техники стрингеров. В претензии там у нас еще не было, слава богу, каких-то негативных. Но в свою очередь в дальнейшем мы, конечно, постараемся обеспечить полную безопасность, насколько это возможно, полную безопасность в работе представителей прессы, телевидения и радио. Думаю, что у нас не будет проблем в работе. А если какие-то проблемы будут, то будем разбираться. Я думаю, что всегда придем, мы будем приемы. А вот и первый результат договоренности независимого профсоюза и правительства Юга Осетии. 13 июля в Цхинвал отправляется группа из 20 журналистов центральных изданий. Ну а «Правда» и «Комсомолка» в пятницу в два голоса заботятся об отдыхе наших детей. «Правда» пишет об «Артеке», «Комсомолка» об «Орленке». Некоторым же государственным мужам проблемы с отдыхом, судя по всему, не грозят. С анализом Андрей Краснов. Новая ежедневная газета уже довольно долгое время занимается дачей мэра Москвы Юрия Лужкова. Отдел расследований этого издания провел целую операцию, в результате которой обнаружил дачу Юрия Лужкова в дачно-строительном кооперативе «Сосинки». По оценкам новой ежедневной газеты, стоимость строительства можно оценить приблизительно в 100 миллионов рублей в новых ценах. При этом, как считает газета, существует некоторая неувязочка между финансовыми возможностями Юрия Лужкова и стоимостью строительства. Новая ежедневная газета мэра Москвы, правда, не обвиняет, но сомневается и спрашивает. В этой связи, кстати, она вообще предложила очень любопытную новую рубрику. Она готова бесплатно публиковать декларации о доходах высших российских чиновников. Кстати говоря, в этом ничего зазорного нет. Ведь такие декларации чиновники должны заполнять по указу президента по борьбе с коррупцией. Так, может быть, наш мэр Юрий Лужков первый покажет в этом деле пример? Почему меняются взгляды депутатов? Целый ряд ответов на этот вопрос в российских вестях за пятницу дает независимый аналитик Александр Собянин. Вот один из ответов. Потому что за депутатами нет политических партий, способных потребовать отчет от своих выдвиженцев. Насколько известно, у избирателей это не получается. А вот новая ежедневная газета в очередном номере рассуждает, смогут ли партии России объединиться в политические блоки, чтобы провести выборы по партийным спискам. Правда в пятницу отмечает три четверти века со дня принятия первой советской конституции. И тут же анализирует оппозиционный проект новый. Комсомолка же, рассуждая о будущем и возможном губернском устройстве России, выходит с лозунгом «даешь Соединенные Штаты России». Светлый праздник, посвященный Дню независимости Соединенных Штатов Америки, в этом году отмечали и в Москве. Правда информацию о приятном для приглашенных событии удалось получить только в РИА Новости. Известное казино «Москва» приложило максимум усилий, чтобы веселье получилось по-американски легким и ненатужным. Самой красивой женщиной, естественно, была признана Елена Кондулайненом. Черное бархатное платье и безупречные формы российского секс-символа по достоинству оценили посетившие праздник американские и аргентинские дипломаты. Музыкальную ауру создавала одна из лучших российских блюзовых групп. Лига блюза во главе с великим Рутюновым. Пивная фирма БАД, презентация которой, кстати, совпала с Днем независимости, щедро угощала гостей своей продукцией, обильно перемежая пиво и деликатесы. Прошла традиционная для казино «Москва-латерея». Правда, несколько странно выглядели главные призы, бронежилеты и рации. Но и в этом был свой смысл. Обстановка в столице, прямо скажем, не самая спокойная. Почему же такое событие оказалось практически незамеченным прессой? Видимо, ответ на этот вопрос надо искать во втором номере газеты «Чарка» в статье «Ни дня без халявы». Логика поведения журналистов, думается, была такова. Нет приглашения — нет банкета. Нет банкета — нет и заметки. Правда, как выясняется из той же статьи, приглашения на презентации и праздники не дают гарантии на появление материалов в прессе. Но, несмотря на поголовное молчание газет, праздник все-таки удался на славу и даже кончился традиционным уже фейерверком. Я уверен, что и впредь мы будем праздновать этот праздник вместе со своими американскими друзьями. А теперь о жареном. Комсомолка не подтверждает слухи о том, что в Москве отлавливают собак для корейских ресторанов. Новая ежедневная газета устами своего корреспондента приходит в пятницу к собственному выводу по версии о взрыве на яхте «Орлан». Помните происшествие с Бурбулисом в Финском заливе? И, наконец, правда, с телеобозрением под заголовком «Макаров против Макарова» или «Останкино кричит караулов». Спасибо. Дмитрий Синецкий забыл дома деньги для покупки очередного бульварного издания и от досады просто присел на лавочку. Сегодня своего рода загадка. Вот нашел на лавочке газету и сейчас попробуем по ее содержанию определить, что за газета. Цитата. «Это и есть отпущенная нам формула свободы. Долгое падение с палубы в холодную пучину. Валерия Новодворская». А на другой странице данного печатного органа письмо коммуниста, ветерана Великой Отечественной войны и труда А.П.В. «Скоро мы заставим всех подобных тварей встать на колени и молить о пощаде». Вот такой вот плюрализм. Что ж за газета все-таки? А вот в колонке главного редактора читаем «Нафига же писать правду о свободе?» Ну, конечно, это старые знакомые Евгений Ю Додели. На первой полосе здесь статья под названием «Секс и сатанизм». Такое наукообразное, пикантное исследование шабаша. Шабаша и черных мест. И действительно, вся эта газета сплошь. Шабаш радикалов всех мастей. На первой полосе название газеты «Новый взгляд» и, собственно, лицо, точнее физиономия этой газеты. Нечисть, которая на нечисти сидит и нечистью же погоняет. В литературной России вновь о Маяковском любят поэты-журналисты. На этот раз газета предлагает сенсационные дневники людей, его знавших. И в приложении к аргументам «Арт-фонарь», интервью с Ксенией Стриж и эксклюзив от Эдуарда Лимонова. Цитирую последнего. У меня есть плохая привычка дружить со своими женами. Надеюсь, что и многим из вас захочется иметь такую плохую привычку. До свидания. Я очень люблю свой автомобиль, но, к сожалению, дорогое масло мне не по карману. Эту проблему решает новинка года – масло «Авкоил». Оно изготовлено на основе лучших базисных масел и содержит ряд принципиально новых присадок. Упаковка имеет двойную защиту и хорошо приспособлена для залива в двигатель. Смотрите внимательно и запоминайте. Масло «Авкоил» – уникальное качество по доступной цене. «Скорел» под окном газетный варел, Разминились единственные очки, Это тоже ерунда Почтовый ящик сорван шпаной Это груз, но пустяки Зато пока телевизор цепь А это уже кое-что Пресс-экспресс заменит вам Порек очки и почтовый ящик Пресс-экспресс послужит вам Штурмана в океане пресс-экспресс 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 Здравствуйте В наши дни очень трудно быть законопослушным гражданином Особенно если приходится Выполнять кодекс законов о труде А он диктует необходимость Один месяц в году отдыхать Я себе не принадлежу И отдыхаю Вот так Кстати и всемирно известную русскую газету Издают бывшие заключенные Но где? Русские серьезно относятся к слову Что они способны даже сажать в тюрьму За то, что человек что-то сказал Гарбанецкая, Гинзбург и другие Благодарю вас Может создаться впечатление, что кратчайший путь в Париж через тюрьму Но на самом деле в лучших изданиях диаспоры Работает бывшая заключенная Как то русская мысль Александр Гинзбург Особо опасный рецидивист Три судимости Затем обмен на русского шпиона То, что я делал в лагере То же самое я делаю в эмиграции Я из лагеря умудрился Послать на Голос Америки Радиорепортаж о лагерной жизни Наталья Карбаневская Одна осудимость Свой срок отбыла в психиатрической тюрьме Затем эмиграция Мы хотели, чтобы жизнь была нормальной Я думаю, что и ненормальности Так много на нас навешивалось Почему-то почти все арестованные В 69-м году За малыми исключениями Оказались сумасшедшими Ну правильно Потому что на ненормальном фоне Нормальный человек Естественно выглядит Человеком с диагнозом Вялотекущая шизофрения Но не зря они оказались Именно в этой газете Ее главный редактор Ирина Алексеевна Иловайская-Альберти Бытность своей секретарем Александра Солженицына Помогла выйти из тюрьмы Многим нынешним знаменитостям Но не всем в тюрьму И не всем в Париж А что и остается нам Готовить передачи Берлинский земельный суд Вызывает почетного гражданина Горбачева Михаила Сергеевича В качестве свидетеля Об этом пишет в субботу Комсомольская правда А в труде В последний день июля Предупреждают Август Пора путчей Заголовок Лето путчеглазое А я представляю Колоритнейшего аналитика Программы Пресс-экспресс Знаменитейшего журналиста Максима Соколова К сожалению, Максим Соколов Выступая последний раз В нашей программе Держал в руках Уголовный кодекс Это его, наверное, и погубило До нас он не доехал Зато у нас в гостях Ответственный секретарь Газеты Правда А по совместительству Творческий директор Уже знакомый вам Газеты Чарка Николай Кривомазов И как я понял, Николай Вы к нам с поздравлениями Я с поздравлениями И от Правды Спасибо И от Чарки Сегодня происходит, друзья Вещи удивительные И газета Правда Все больше отвечает Своему названию И вот наша новая Внешне шутливая Но очень серьезная газета Бьется за то Чтобы мы все с вами Протрезвели Время такое Что проходит похмелье Перестроечных лет И мы все трезвее Смотрим на жизнь И газета Чарка Газета только для пьющих И не пьющих Отличается таким На мой взгляд Трезвым взглядом На все Впереди у вас отпуск Я завидую вам Агус будет Жаркий Поэтому Предлагаю Пить только легкое вино Предлагаю К осени Вернуться Нам очень будет Не хватать Вашего пресс-экспресса Потому что Умение Не лавировать Вот газеты Правда Это газеты Чарка Умение не манипулировать А умение слушать Всю эту гамму Газет и изданий Оставаясь по сути Самим собой Это удивительное качество Это называется Независимость Эта независимость Она думаю Замечена была Читателями Всех газет Я желаю вам трезвости А для зрителей Скажу, что здесь Действительно Рюмка водки Которая не помешает Дорогу В отпуск Спасибо Свобода И завтра У всей творческой Бригады пресс-экспресса Начинается отпуск Вам остается Весь август Самим ориентироваться В прессе Но о субботних газетах Мы еще успеем вам рассказать Во-первых Посмотрите В газете Федерация Материал Олега Иванова Экспресс нашей прессы Это о нас А мой коллега Сергей Торчинский С российского телевидения Выступает в субботу На страницах российских вестей Труд выйдет С сенсационным материалом Об офицере КГБ Который раскрыл Пеньковского Еще за год до его ареста Но знаете Иногда полезно читать Не только газеты Письма Как известно Бывают хорошие Плохие И разные Пресс-экспресс Впрочем Как и остальные передачи Не смог избежать Всей тяжести Эпистолярного жанра Но так как время летнее Отпускное Останавливаться на действительно Серьезных письмах Мы не будем Это требует отдельной передачи И гораздо большего времени Остановимся лучше На письмах разных Вот Даже не письмо А телеграмма Поддерживаем правительство Семья Порыгиных При всей однозначности Этого заявления Оно сильно смахивает На знаменитую фразу Из гоголевского ревизора А если и до государя Дойдет То и государю скажите Живет, мол, в такой-то губернии Петр Иванович Бобчинский Так и скажите Живет Что ж Говорим Правительство Вас поддерживает Семья Порыгиных Ну вот И правительству Сразу стало легче работать Ну как же Такая поддержка В другом письме Нас спрашивают Действительно ли Комсомолка Будет проводить Тираж лотереи С номерами Комсомольских билетов И большими призами И для кого Для сегодняшних Комсомольцев До 28 лет Или же Для всех поколений Сохранивших Свои билеты Ну, во-первых На этот вопрос Наверное Лучше ответит Сама газета А во-вторых Я думаю Что волю отсмеявшись Автор письма И сам поймет Что это простая телега Розыгрыш Друзья Не пишите нам писем Типа У меня Как у солдата Своей земли Выросли два вопроса А то можно подумать Что у солдата Земли чужой Вопросы растут по одному Или кучками Или не растут вообще И что скажите Можно ответить на фразу Являюсь ли я Членом военнослужащего Ну, присылайте фото Посмотрим Постараемся определить А вас Авторы писем Серьезных Пропитанных болью Горем Или тревогой Просим Не обижайтесь К ним мы еще вернемся Но только после отпуска В сентябре И уже, конечно, без смеха Ну, что еще в газетах В субботу Интервью В федерации С главным золотодобытчиком Марком Масарским И с Михаилом Звездинским В российских вестях С Сергеем Залыгиным О молчании И бездействии Интеллигенции А в комсомолке Кроме интересной Субботней рубрики Бульвар КП Чумовой материал Сергея Благодарова Он побывал На практических занятиях Секты Через секс К Богу И озаглавил статью О путях в Царство Божие Через коллективные Любовные наслаждения Ну что До первого сентября А на прощании сюрприз Встреча с композитором Программы Сашей Лаерским Сделать это было Нелегко Саша 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 Как тебя угораздило-то? Помещение надо Под студию было Коммерческий ларек Вывез на дачу Барахло Все ненужные Продавца Там все вытряхнул Студию сделал Вот попал А зачем? Зачем тебе нужен Головарек? Песни писать Надо, понимаешь Новые Вот Идея Пацифика Андрея Егоршева Очень хорошая Наша Пресс-экспресс А газеты Не читаю Вот Надо Еще песни писать Ну и как Дальше ты жить Собираешься? Ну что Дальше Студию будем тут делать Тут как раз СТМ Может быть Поместится Там 38-я скорость Там будет Многоканальная Стоять Тут клавиши Поставлю Обработку Для микрофона Места, конечно, маловато Это что? Продолжение следует... Пресс-экспресс Пресс-экспресс Продолжение следует... Здравствуйте! Вот мы и подремонтировали винтики нашего паровоза за месяц отпуска. Но давайте лучше обратимся к принципам ремонта экономики. В среду вечером в Москве и в четверг в СНГ «Известия» предлагают анализ реформ в Китае. Анализ от китаеведа Юрия Савенкова. О Китае, о китайской реформе пишут сейчас очень много. Как правило, в черно-белых тонах. Или черное, или белое. Существует два мифа. Первый миф. Китай — это идиллия, рай земной. Его проповедует газета «Правда». Существует другой, прямо противоположный миф. Китай находится на грани саморазрушения. Таким образом, согласно первому мифу, нужно прямо применять у нас китайскую модель и будет все в порядке. Согласно второму мифу, китайская модель даже вредна. На самом деле, все не так. В нашем диалоге с известным китаистом Великой Гильбрасом, который мы так и назвали в Китае черное, может быть, и белым, мы размышляем о разного рода парадоксах китайской реформы. Ну, вот один из, пожалуй, наиболее интересных парадоксов. В свое время Джеффри Сакс говорил китайцам «приватизация или гибель?». Китайцы улыбались. Дело в том, что приватизация в Китае идет, но под псевдонимом. В Китае изначально генетический иероглиф «сы», который входит в понятие «приватизация», значит «частный», но значит и «вредный», «корыстный». Таким образом, они проводят приватизацию, не называя это приватизацией. Если говорить о том, возможно ли у нас применить китайскую модель, то речь не идет о китайской модели. Нет как таковой китайской модели. Это цепь экспериментов, поиска. И сами китайцы говорят, нам бы ваши заботы. И еще об известиях в четверг. Александр Борщеговский критикует современную установку некоторых коллег. А именно, интеллигенция выполнила свою роль и больше не нужна. И, кстати, журналист озаглавил свой материал так. Речь на похоронах интеллигенции. А вот постантатору нашей программы, Александру Новикову, очень не хотелось бы танцевать на костях пишущих нам зрителей. Давши слово, держись. Обещали вернуться к письмам наших зрителей. Вот и возвращаемся. Правда, не к письмам, а к одному письму, написанному гражданкой, простите, госпожой Костревой Л.А. Но оно того стоит. Поскольку, по словам автора письма, у программы отсутствует нравственный слух, то позволим себе привести несколько цитат в их первозданном виде. Теперь мне понятно, почему так много было правды с ее злобным линником. Эта подлая газетенка никогда не побрезгует в райнем. Двойники Краснов и Новиков трудноразличимы. А сколько вам заплатил этот бывший комстукач? Харизматик Затулин. Но самое восхитительное, это как итальянская журналистка поучает наше правительство. Сука, а какая патриотка. И хорошо, что исчезла эта цепная собака Петровская. Но исчезновение интеллигентного надеяна, это потеря. И Максим Соколов должен был бы быть почаще рожи линника, а то у вас полно какой-то косноязычной шпаны. И чего не досыпало, дожидаясь такого плюрализма. Вот это стиль, да. После такого письма можно потерять не только нравственный, но и самый обыкновенный слух. А заодно зрение, обоняние и осязание. Но это не беда. Главное сохранить чувство юмора. А если говорить о Максиме Соколове и Владимире Надеяни, то первого и нам самим хотелось бы видеть почаще. А что касается второго, то Владимир Дмитриевич Надеян уже второй месяц как является сапкором известий в Соединенных Штатах Америки. Так что внимательнее читайте свою любимую газету. И огромное вам спасибо за то, что так часто и вдумчиво смотрите нашу программу. С уважением. Пресс-экспресс. В четверг выходит и очередной номер самого массового еженедельника «Аргументы и факты». В нем Валентин Степанков рассказывает о возможной коррупции, а директор Московского экспериментального завода о возможных новых ценах на хлеб. Кроме того, читатели АИФа узнают биографию адвоката Андрея Макарова и, из первых уст, о подготовке Светланы Сорокиной к «Удаче заранее». Ну а мы предлагаем анализ от Виктора Линника, вполне естественно, полагая, что нашим зрителям полезно слушать оппозицию. Сегодняшние газеты полны материалов о кризисе в ближайшем окружении президента. Советники Бориса Николаевича, пишет независимая газета, похоже, не жизнеспособны в нормальных условиях. Им нужна бойня для того, чтобы пополнять свои капиталы политические и материальные. Только лишь, что правдой получено письмо бывшего министра безопасности Виктора Баранникова, в котором он называет тех, кто давным-давно замыслил его отставку. Это, во-первых, ультрарадикалы из окружения президента, во-вторых, это чиновно-мафиозные структуры, которым министерство безопасности пыталось поставить препятствия для разворовывания России. Это, можно догадаться, люди, начиная от Бурбулиса, кончая Федоровым, от Шумейко, кончая Старовойтовой и так далее. Достаточно знакомые всем лица. Чем скорее обе ветви власти закончат перетряхивать грязное белье на потеху некоторым в нашей публике и некоторым средствам информации, тем, видимо, лучше. Это будет лучше для обеих ветвей власти. А пока выход из кризиса, в котором сегодня находится страна, видится один. Это перевыборы и тех, и других весной следующего года. И, видимо, осенью не получится. Как пишет сегодня российская газета, легче переизбрать президента, чем удовлетворить его амбиции. В московских новостях на этой неделе читатели могут продолжить знакомство с процессом проведения свободного времени. На этот раз Гаврилом Поповым и Владимиром Жириновским в рубрике «Политики вне политики». А в литературке 1 сентября интересные сообщения о высоком проценте психически неуравновешенных политиков в России. И еще в этом же номере газеты интереснейшая беседа Олега Мороза с депутатом Анатолием Шабадом. Все помнят этот эпизод с так называемой дракой депутатской на Седьмом съезде, когда столкнулись демократы и их противники. И там депутат, значит, от Демроссии Анатолий Шабад так наскакивает энергично на такого упитанного своего противника Шашвяшвили, который стоит как стена. И вот на днях я беседовал с Анатолием Ефимовичем Шабадом, делал с ним интервью, беседу такую, диалог. Здесь весьма серьезные вещи обсуждаются. Но между делом он сказал, что он недоволен тем, как показывают это столкновение и говорит, что на самом деле он одержал победу на Шашвяшвили, а это почему-то не показывает. И он очень бы хотел и обращается к телевизионщикам, правда не знает, к кому обращаться, чтобы этот эпизод показали когда-нибудь целиком. Но эпизод, наверное, длинный и его можно показать только в каком-то специальном фильме. А у меня такое есть предложение просто разделить вот эти разные фазы этого боя и те фрагменты, которые когда по очкам выигрывает Шашвяшвили, показывают в передачах типа парламентского часа, такого про спикерского направления. А когда за явным преимуществом побеждает Шабад, вот это можно уже вставлять в такие демократические ориентированные программы типа итогов. И в другом случае будет оправдан девиз «Ура, мы ломим гнуться шведы», и все будут довольны. О футбольных клубах из СНГ на мировой арене читайте в четверг в российских вестях. Евгений Леонов, как исполнитель главной роли, рассказывает о новом фильме «Американский дедушка». Это уже московские новости. А в труде 2 сентября подробности частной жизни Жаклин Кеннеди и 3-го в пятницу чрезвычайно своевременные филиетоны Олега Жадана из города Волосолапска. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Здравствуйте. Приятно принимать поздравления в годовщину выхода в эфир нашей программы. Поздравления от Совета директоров компании «Останкино», газеты «Труд», конфедерации журналистских союзов, ближайших родственников и друзей. И с прежнего места работы. Радио «Эхо Москвы» пожелало нам гораздо большей свежести, чем о обозреваемых периодических изданий. А самокритичная комсомолка не только попросила нас еще долго стучать колесами по костям российской прессы, но и сделала действительными членами диванной партии России. Товарищи, организационный съезд диванной партии «Комсомольские правды» предлагаю открыть. Кто за? Воздержавшихся нет. Товарищи, по регламенту определимся. У меня есть предложение ограничиться двумя бутылками. Нет возражений. В повестке дня сегодня один вопрос о приеме в партию творческой группы программы «Пресс-экспресс». Кто за? Воздержавшихся нет. Товарищи, вопросы кандидату? У меня вопрос. А знает ли кандидат устав ДПКП? Знает. Подтвердите, пожалуйста. Устав от политики газеты «Семейной жизни» ложись на диван и смотри «Пресс-экспресс». Правильно. Председатель парт-комиссии, пожалуйста, охарактеризуйте кандидата. Ну что сказать? Годовой стаж кандидата показал, что после «Комсомольской правды» это лучшая газета, хотя и телевизионная. Хотя и поздно выходит, уже спать хочется. Хотя и рано выходит, еще спать хочется. А нам «Пресс-экспресс» нравится. Товарищи, есть одно предложение. Принять. Сюда. Диванная партия, кстати, тоже готовится к выборам. А конкретные разъяснения положения об информационных гарантиях предвыборной агитации вы найдете в четверг в российских вестях. В труде же Сергей Шахрай говорит на эту тему. Причем, если помните, недавно известие на первой полосе опубликовали его декларацию о доходах. Достойный пример. Комментарий программы от завистливого Александра Новикова. Свято место, как известно, пусто не бывает. Не успели до конца отзвучать страсти по деньгам КПСС, как в связи с предстоящей предвыборной кампанией возник вопрос о механизме и источниках финансирования блоков и партий, участвующих в нынешних выборах. Вопросу этому и посвящена публикация в «Известиях» 2 ноября во вторник. Как пишет газета, попытки разобраться в ситуации особого оптимизма не принесли. Ответы на прямые вопросы типа «откуда дровишки?», понимай, деньги, были весьма уклончивы. Но, правда, нет правил без исключения, особенно если это касается политики. Так, например, лидер Демократической партии России Николай Травкин со свойственной ему прямотой ответил вполне конкретно, сказав, что деньги на предвыборную кампанию идут со счета партий, куда поступают в основном в виде парт-взносов. Также конкретно ответил и секретарь кадетского ЦК Михаил Максимов. Правда, смысл его ответа был совсем иной. ЗНАТНЫЙ КАДЕТ просто отказался от дачи показаний по этому вопросу. Что ж, его право. Да и вообще, выбираем мы вроде по-новому. А лица все те же, да более знакомые. И хотя говорят, что коней на переправе не меняют, но мы-то все на ней, похоже, крепко завязли. Так может быть, опять, как когда-то в девяносто первом году, обратиться к новым именам в политике? Я не люблю, когда мне лезут в душу! Тем более, когда в нее плюют! Ведь, как известно, будущее все-таки за новыми именами. Хотя, конечно, бывают и исключения. Посмертные задачи советской власти. Материал под таким названием «Из Питера» в четверг в газете «Сегодня», видимо, продолжает тему комментария Александра Новикова. А вот и новые имена, правда, в журналистике. Редкий гость программы и уже известный Денис Горелов заглянул к нам на юбилейный огонек. На газетном рынке новый передел. В отсутствие зубодробительной оппозиции реформаторские издания разделились на леволиберальные и праворадикальные, интеллигентские и не очень. Дискуссия о том, что такое интеллигент и с чем же все-таки его едят, начатая в январе представителями гуманитарного сословия, особенно обострилась после мятежа. Когда проинтеллигентские газеты заняли позицию русской православной церкви, обнимемся, помиримся и поцелуемся, а их оппоненты, напротив, придерживаются материалистических воззрений Исаака Ньютона. Действие равно противодействию, и всякий, кто бьет по правой щеке, должен рассчитывать на то, что немедленно получит в ответ бревном по кумполу. Если к первой части относится общая газета Егора Яковлева, «Птенцы гнезда Егорова», «Мосновости» и «Независимая газета», а также «Новая ежедневная», то ко второй симпатичный мне московский комсомолец и столица, несмотря на ссору между ними. Коммерсант, как обычно, воздерживается, а представляемая мною газета сегодня во мнениях не сошлась. Если главные редакторы и его заместители опубликовали письмо в защиту оппозиционной печати, то значительная часть авторов, в том числе хорошо известный вам Максим Соколов, написали, что лучше бы этой печати и вовсе не было, никто бы не заплакал. А также то, что преступник должен сидеть в тюрьме. Пожалуй, черту под дискуссии подвел Михаил Тумаркин в той же газете, предположивший, что именно существование особой томной духовной русской интеллигенции сделало возможным русский переворот в октябрьске 1917 года. Именно ее заигрывание с левацкими организациями при смыкательстве перед Чернею и готовность стать в оппозицию к любой, даже самой просвещенной власти, со временем позволило видному гуманитарию Владимиру Ленину сказать, что интеллигенция — это не мозг нации, а говно. К честь, за 70 лет положение значительно изменилось. Кстати, традиционно для нашего времени «Оппозиционная правда» в четверг публикует размышления Юрия Глухова, вторая кончина Андрея Сахарова. Оказывается, все, что составляло платформу ДемРоссии, сегодня забыто. И вообще оппозиции гуляют по страницам газет. 4 ноября на первой полосе «Независимый» вы найдете претенциозный заголовок статьи Андроника Миграняна «Авторитарный режим в России», двоеточие, каковы перспективы. А вот что читает наш независимый журналист Дмитрий Синецкий? Репортаж из его квартиры. Прежде всего, я хочу представить вам моего пресс-аташе. Данного юного кота зовут ОМОН, потому что ровно месяц назад он жил в телецентре Останкино и пережил там достопамятный штурм. Говорят, что кошки снимают стресс. Так вот, когда я читаю газету, я обязательно кладу ОМОН на колени и поглажу его, почесываю. Знаете ли, оттягивает. Что мы с ОМОНом читаем? Я выписываю московские новости и аргументы, и факты. Бульварных газет я не выписываю, я их честно покупаю на Бульваре и там же читаю. А что поражает меня, в частности, в московских новостях? Вот это. Здесь могла быть размещена реклама вашей фирмы. Знакомая формула, не правда ли? Здесь действительно размещена реклама одной фирмы. Вот здесь вот в уголке у меня под пальцами. Причем рекламной выдумки рекламодателя хватило лишь на то, чтобы скопировать ветхозаветный рекламный прием одной известной американской автомобильной компании. Причем стоимость публикации вот такой рекламы составляет 5 миллионов рублей. Как мне сказали в отделе рекламы московских новостей. А здесь можно было разместить небольшой рассказ, очерк, подборку стихов. Думаете, читать ли это было бы приятнее, нежели обнаружить здесь вот такой 5-миллионный выпендреж, другого слова не подберу, и глазеть на него, как известно, кто на новые ворота. А говоря о газетной рекламе вообще, думаю, что Пресс-экспресс будет к ней возвращаться все снова и снова, потому что подаются интересные экземпляры. Вот, например, одна туристическая фирма предлагает путешествие в Турцию, увлекательное путешествие в Грецию за шубами. Для вещей убедительности здесь нарисован парфенон, где, очевидно, эти шубы и продаются. Однако, несмотря на то, что осень уже прошла и зима на носу, я не собираюсь ни в Грецию за шубами, ни на Таити за валенками. Я остаюсь на своем боевом бульварном посту, а данную прессу я предлагаю для комментариев моему пресс-атташе ОМОН. Прошу вас. И, наконец, советую вам в четверг посмотреть труд. Газета сообщает о сенсационных находках в Великом Новгороде. Найдено, в частности, любовное письмо на бересте длиною 45 сантиметров. Письмо 11 века. Надеюсь, что на излете века 20-го вы нас тоже любите. До завтра. Хороший. Хороший. Красивый. 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 Умный. Умный. Попугай. Точная копия сказанного. Копировальные машины. Точная копия написанного. Копировальные машины МИТА. Скопируют, как скажешь. Как скажешь. МИТА. 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 Компания Дельта-Х. МИТА. 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 Здравствуйте. Если мы действительно хотим жить лучше, нужно, по мнению одного доктора философии из последнего номера аргументов и фактов, чтобы 1994 год стал неполитическим годом. И потому кресло начальника телевидения в программе «Телескоп» занял Степашко, а Филя даже допущен в новогодний «Голубой огонек». И в «Пресс-экспрессе» сегодня тоже гости, ребята. Здравствуйте, девочки-мальчики. Кар-кар-кар, папы и мамы. Здравствуйте, бабушки и дедушки. А хотите посидеть на золотом диване? Ну, я лучше бы полежал. И это можно. Кар. Тогда поехали в комсомолку. В канун Нового года диванная партия комсомольской правды отмечает торжественное событие – прибытие первого золотого надувного дивана. Право посидеть на нем будет предоставляться строго по спискам и только самым выдержанным членам партии. А сейчас новогодние поздравления от активистов диванной партии комсомольской правды. Секретарь от нашей партии получил этот золотой диван в дар от одного из конверсионных предприятий Подмосковья. Наша партия всегда одобряла такие формы конверсии. И мы рады, что у простых членов диванной партии теперь есть свой стимул когда-нибудь посидеть на этом диване. И несмотря на надувательский характер этого дивана, диванная партия в 1994 году будет придерживаться той же политики. Мы будем поддерживать все передовое и хорошее, и бороться за процветание России. А сегодня право первой ночи посидеть на этом диване предоставляется бригаде «Пресс-экспресс». Раз, два, три. Ну что, подведем итоги? Да. 31 декабря «Правда» объявляет Человеком года Валерия Зорькина. Ой, а год назад это звание Валерий Дмитриевич получил от комсомолки. Вот, да газитель. Это что, Мстислав Ростропович в новогодней литературке выразил желание сыграть в кино Андрея Сахарова? И чё? Да вот никто его не предлагает. Ладно, ладно, давайте о будущем. Прогноз на 1994 год. В пятницу предлагают читателям «Российские вести», почему-то в приложении «Рецепт». А со среды бывший орган правительства считает своими учредителями, ну, только своих, свой журналистский коллектив. Да, вовремя реорганизацию и совмину воспользуюсь. Ну да. А какие прогнозы вычитал в предновогодней прессе Андрей Краснов? Послушаем. Только самые ответственные политические комментаторы продолжают в эти дни в газетах что-то писать о наших трудностях. Между тем, большинство журналистов с удовольствием отказалось от таких тем и перестроилось на новогоднюю волну. А Новый год – это прежде всего надежда и хорошие новости. Пожалуй, в наиболее концентрированном виде хорошие новости появились в аргументах и фактах. Эта газета, в частности, сообщает, что с Нового года пенсионерам с апреля почти в два раза увеличат пенсию. Доктора и кандидаты наук наконец-то дождутся 50-процентной надбавки, на которую они надеются с ноября. С Нового года увеличатся ежемесячные выплаты на детей до 6 лет 70% минимальной зарплаты, с 6 до 16 лет 60%. Каждый малыш до полутора лет будет приносить в семейный бюджет минимальную заработную плату. И, наконец, в полтора раза увеличатся пособия одиноким матерям. Тот же еженедельник «Аргументы и факты» задал под Новый год еще один любопытный вопрос своим читателям. Он спросил у них, хотели бы они выкупаться в шампанском. И что же вы думаете, 23% наших сограждан хотят это сделать, хотя 39% считают это глупой затеей. Но, пожалуй, элегантнее всего поступил солидный московский еженедельник «Московские новости». На первой странице он опубликовал фотографии всех сотрудниц своего еженедельника, которые родили детей в уходящем трудном году. «Наши шансы и акции растут», так называлась эта публикация. И действительно, наши шансы растут, если у нас в сердце осталось немножко места для любви и доброты. О смысле иронии пишет в последний день уходящего года Геннадий Масловский в «Независимый». И знакомый вам Игорь Яркевич, оригинальный писатель, решил здесь отметиться статьей «Две литературы». Подождите, а вот ну где же про театр-то? Ну, в тех же российских вестях. Все прочтут о театральных лауреатах. И кроме того, о фильмах 37-го лондонского фестиваля. А дядя Дима Синецкий, прослышав о сегодняшних гостях программы, очень долго бродил по московским бульварам в поисках чего-нибудь пристойного. И нашел то, что, по мнению Мегаполис Экспресс, должно вызывать к себе традиционные народные отношения. Благоговейные, но с иронией. Верная примета наступающего Нового года – это активизация деятельности различных звездных голосов. Сегодня на любом бульварном лотке лежит ваша судьба рублей всего за 400. Судьба на 94-й год. Похвально, что автор вот этих судьбоносных брошюрок Александр Зараев старается не отрываться от земли и честно обещает многим, очень многим знаком зодиака в будущем году всякие трудности и пакости. Вот стрельцам, например, проблемы, связанные с нервной перегрузкой. Тельцам же придется столкнуться с проблемами родственных взаимоотношений. Ну а мне – Водолею. Народный академик и профессор Зараев сулит проблемы со здоровьем и разрывы прошлых связей. Спасибо ему. Причем эта черная полоса у меня будет связана не более не менее как с трансформацией власти и законов в феврале месяце. Интересно, что наш автор и ведущий Андрей Егоршев, будучи весами этих глобальных трансформаций в будущем году, просто не заметит. Ведь у него в феврале наступит время романтических увлечений. Зато в мае у Егоршева намечаются крайне противоречивые обстоятельства на работе и в семье. А у меня в это время возрастет творческий и сексуальный потенциал. Одним словом, грядущий год деревянной собаки расписан от и до. А мы, исполнители воли звезд, соответствующим образом запрограммированы, и если использовать терминологию «бульварной же прессы», зомбированы профессором Александром Зараевым и фирмой «Сириус». Остается поздравить этот коллектив с наступающим и заодно поздравить его с весьма умелым использованием нашей общенациональной неуверенности в завтрашнем дне. А какой подарок к Новому году женщинам пришел из Риги? Второй номер журнала «Лилит». Причем, в отличие от многих новых изданий, это светское чтение высокого полета. Например, журнал предлагает не делать трагедию из того, что у вас не очень стройные ноги. А Джессика Ланш, Лиз Тейлор, Джейн Фонда и Шер раскрывают секреты своей красоты. А я даже знаю, что будет в следующем номере журнала «Лилит». Водка? Да, что-что. Зиновий Герд поделится богатым опытом завоевания женщин. Ах, у дерева Валентин Юдашкин покорит Европу. И еще можно побывать в гостях у якутского шамана. Ой, красивая женщина. Свеча шампанская. Что с тобой, Хрюша? Да это же новогодний эссе в газете «Российские веки». Дядя Андрей, а можно я еще скажу, а? Давай, Хрюша. Что принято дарить и кому, где купить нечто праздничное и, наконец, как оказаться оригинальным. Впрочем, ну, на последний вопрос я могу дать, конечно, вам и собственный ответ. И вот если хотите изрядно удивить гостей, пожалуйста, не приносите им в подарок винный спирт. На сегодняшний день это, ну, просто непринято, понимаете? А принесите-ка вы лучше бутылочку бурки. Как уверял меня один приятель, воздев очи долу и долго притсмокивая губами. Бурки, господа, это вам не баунти? Действительно, райское наслаждение. Правда, лично я по этому поводу ничего сказать не могу. Как утверждают ветеринары, шампанское нам, поросятам, вредно. А теперь кыш. Время позднее. Тем более 31 декабря труд предлагает увлекательное путешествие в историю популярных напитков. А филитон Олега Жадана на этот раз озаглавлен прерывание беременности по фотографии. И до встречи в такое же позднее время, но после рождественских каникул. 10 января. С Новым годом! Продолжение следует... Продолжение следует... Вы еще от меня не устали? Последний раз. Последний раз я советую вам посмотреть передачу Press Express в вечернем, а не в ночном эфире. В дальнейшем вы будете делать это уже без моей указки. Здравствуйте! Нашла коса на камень. Причем что коса, что камень. Суть совок. С той лишь разницей, что последний создан с участием американского капитала. Имя ему – гостиница «Рэдисон Славянская». Кухонный скандал в ее стенах и респектабельные известия решили превратить в сенсационный материал субботнего номера. Итак, в чем же суть конфликта? Двух женщин уволили за недобросовестное отношение к служебным обязанностям. Они, с точки зрения руководства гостиницы, не очень четко выполняли условия контракта, которые они подписывали. А что считают сами женщины? Сами женщины полагают, что они работали за троих. И больше того, они полагают, что их работа должна была оцениваться еще выше. Скажите, а какой иск они предъявили администрации «Рэдисон Славянская»? Размер компенсации, который они затребовали, поистине американский – 10 миллионов долларов, 25 миллионов рублей. И сколько же им удалось получить? Слушания еще продолжаются. Одна из женщин отсудила 147 тысяч. Естественно, она считает, что это тоже несправедливо. Но, как известно, Советский суд – самый справедливый суд в мире. А это окончательный итог? Нет, это не окончательный. Конечно, слушания будут продолжаться. Своё слово еще не сказали американские юристы. Я думаю, что дело неординарное с точки зрения отношения между работодателем и человеком, который выбирает себе работу в той или иной фирме. Конфликт, я бы сказал, между трудом и капиталом. Дело в том, что наши люди до сих пор еще не привыкли работать по более строгим стандартам западной, что ли, цивилизации. Попытка ввести в российскую действительность эти стандарты, как ни парадоксально, упирается прежде всего в психологию наших людей, воспитанных на славных традициях социалистической экономики. И все-таки мечта или час былась. С небольшой поправкой. Россией управляют секретарши. Под таким заголовком те же известия. В субботу без удовольствия пишут о высоком заборе вокруг новых властей, состоящем из секретарш и помощников. А в российских вестях 19 февраля вновь напоминание. Коммунистом номер один был Христос. Газета публикует дискуссию одного коммуниста и одного политолога. Правда, часто забывают о существенной разнице. Христос никого не убивал. В подмосковном Домодедове будет создана свободная экономическая зона. Таков тривиальный прогноз субботнего труда. А тривиальный потому, что параллельно в комсомолке глобальный прогноз на 21 век дает Станислав Лем. Правда, и он тривиален. В будущем веке грядут сексуальные войны. О чем это мы? О музыке вместе с Олегом Пшеничным. На этой неделе пресса нас опять не баловала музыкальными заметками. Хотя кое-что найти можно было. Вот, например, на страничке, посвященной почему-то телевидению, московский комсомолец поместил большое интервью Александра Новикова, известного барда из Екатеринбурга. И читатели имеют возможность познакомиться с его богатым духовным миром. В частности, некоторые вещи просто достойны цитирования. Вот он, например, говорит об эстраде и о телевидении. Что касается музыкального телевидения, то на экранах, на эстраде нет мужиков. Одни педерасты, говорит Новиков. Как-то Пенкин заявил, я восторгаюсь проститутками. Они гордость нашей нации. Как может Пенкин такой знать и говорить от имени нации, замечает Новиков. Что же касается других газет, то в московской газете Moscow Times в каждом номере практически вы можете обнаружить музыкальные заметки патриарха нашей рок-журналистики Артема Троицкого. Многие потерялись, не знают, где найти его публикации. Так вот, он постоянно печатается в Moscow Times на английском языке. В частности, в последнем номере он рассказывает о концерте группы Аукцион в московском клубе Бункер. И замечает в конце заметки, что в течение 90-минутного выступления у него сложилось ощущение, что Аукцион поет одну и ту же песню. Кроме того, он рассказывает о конкурсе видеоклипов, который прошел в клубе Вудсток. А вот в предыдущем Moscow Times Артем Троицкий сообщает о том, что у него есть проблемы с мафией, с музыкальной мафией, которая звонит ему домой и угрожает его убить, потому что Артем Троицкий постоянно выступает против музыкальных пиратов. В продолжение почти светской хроники рекомендую уже большой материал в «Субботний независимый» о решении английской королевы Елизаветы II приехать в Россию по приглашению Бориса Николаевича. Вот только властям стоило бы на время визита обезопасить впечатлительную леди от встреч с прекрасным в московском авторграунде. Комментарий программы. Если начать спрашивать специалистов и фанатов, что же такое рок, то ответов наберется столько, что, пожалуй, придется выпускать отдельный словарь с различными толкованиями этого явления. В нем можно будет найти такие определения, как контркультура, субкультура, неклассическая музыка, музыка уродов и дебилов, поганый грохот, кайф, оттяг, новая индустрия и еще множество формулировок в той или иной степени отвечающих реальности. Но если все это суммировать и обобщить, то получится стиль жизни. Причем, как и всякий другой, он существует по своим весьма строгим правилам. Действительно, если вдруг какой-нибудь крутой рокер появится на своем Харлее без косухи и не в казаках, то свои его заплюют, а первый попавшийся милиционер от изумления и ужаса забудет проверить у него права. И как, скажите мне, должен называться металлист, не таскающий на прикиде своем количество заклепок, измеряемого трех-четырех значными числами. Если ты панк, то бритву тебе на шею. Если исповедуешь трэш, паук тебе в глотку. И уж будь, пожалуйста, любезен читать не московский комсомолец, а железный марш, рок-фуз или пеноллер, который, кстати, является легальным наследником нелегального урлайта. Ну, как и во всякой организации со сложной структурой, есть у них свои свины, свои хирурги, доктора и даже своя армия, Алисы. А если кто принципиально против войны, то на этот случай имеется и пацифик. В общем, как поется в небезызвестном клипе, все это рок-н-ролл. Эксклюзив. Это слово, наверное, более всего ласкает слух редактора любого издания. Вот и российские вести на субботу заполучили публицистику Льва Наврозова «Апокалиптичность и оптимизм». Но круче всех на этой неделе выглядит газета «Президент». И вот почему. Редакция нашей газеты «Президент» купила эксклюзивные права на публикацию книги Бориса Тартаковского «Ктовый Рекслейтер Борман». Борис Тартаковский не новичок в литературе. Он автор книг о маршале Жукове, маршале Рыбалка, об отношении к Жукову со Сталином в период обороны Москвы. На тему Бормана его вывел маршал Еременко. Некоторые данные он получил из семьи видного нашего чекиста Артузова. Что же раскрыл Борис Тартаковский? Оказывается, Мартин Борман был спартаковцем. На роль коммунистического агента в фашистском руководстве его навел сам Тельман. Благодаря своему общительному характеру, своим способностям он долгое время внедрялся в нацистскую верхушку, окружение Гитлера и в 30-х годах начал активно работать на советскую разведку. После войны он жил долгое время в нашей стране и похоронен на Лефортовском кладбище. Читайте номера нашей газеты «Президент» с публикацией глав из книги Бориса Тартаковского «Ктовый рехслейтер Борман». Газета «Труд» в конце недели решила пощекотать нервы читателям и сообщает о находке одного из них. В лесу рос гриб. Когда гриб принесли в квартиру, он обнаружил завидный аппетит и стал жрать все подряд, а в отсутствии корма самого себя. Когда к этому монстру в банку пустили собрата, тот был съеден за 28 секунд. Развлекайтесь. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте. Радикал-демократы создали свою партию. 1 апреля на первой полосе об этом объявила независимая газета. А еще накануне выборов выбор России заказал такое количество агиток, что многие из них оказались им невостребованными. И поэтому в комсомолке уже 2 апреля читатели увидят материал «Второе лицо Гайдара». Чтобы как-то сбыть листовки, на второй их стороне отпечатаны откровенные фото барышень. Судя по всему, комсомольской правде одного дня не хватило. А каков был этот день? Слово активисту диванной партии Владимиру Мамонтову. Несмотря на то, что сегодня 1 апреля, день веселый, день розыгрышей, комсомольская правда вышла с абсолютно серьезным номером. На первой полосе в центре у нас интервью с попугаем Руцкого Гошей. Эта птица серьезная, она занята сейчас тем, что выковыривает микрофоны, которые соответствующие органы в изобилии понаставили, по ее мнению, в квартире у Руцкого. Далее, не менее серьезный материал у нас идет под рубрикой «Дураки, кто думает, что сегодня не их день», где мы рассказываем, какие замечательные люди вышли из комсомольской правды. А вышел Бонч Бруевич отсюда, работал он у нас в свое время. Я вам скажу больше, вышел Юрий Михайлович Лужков. И работал он когда-то в ранней, совсем молодости, заместителем редактора отдела культуры. А сейчас вот так пошел на понижение. Что касается знаменитого розыгрыша комсомольской правды от 29 марта, а по поводу кремлевских звезд вынуждены мы признать, что ошиблись. Никаких там орлов устанавливать не будут. На Бекремешской башне установили уже, вы можете поехать и проверить флажок. А сегодня его будут перекрашивать в цвета российского государственного флага. Кстати, с равномерно окрашенным алым флажком с 1 апреля начал выходить общесоюзный политический еженедельник «Гласность». Вновь, но пока только два раза в месяц. Коммунисты дали мне босоногое детство, а нынешние правители – босоногую старость, признается субботним читателем труда литератор Тимур Зульфикаров. Может быть, как раз учитывая полезность ходьбы босиком, на Западе Зульфикарова называют Данте современной русской литературы. В отличие от босоногого Данте, не повезло нынешнему премьеру Крыма Евгению Сабурову. Поэты, как показывает история, очень часто занимают государственные должности. Пожаловался он на судьбу газете «Сегодня». Жалуется на здоровье Дмитрий Синецкий, постоянный читатель бульварной прессы. Оказывается, чтение бульварной прессы – занятие далеко не безобидное. По данным ГУВД Москвы, до 68% уличных нападений совершается именно на лиц, читающих бульварную прессу в общественном месте. В логике преступникам не отказать. Если человек готов выложить до 1000 рублей за это чтиво, значит, деньги у него есть и немалые. Кроме того, такие уличные читатели чаще всего становятся объектами внимания со стороны сексуальных маньяков, да и просто психов, меняющих себя зомби или инопланетянами. В чем тоже есть своя логика. Читатель бульварной прессы психологически подготовлен к такого рода контакту и, по крайней мере, не вылупит глаза, если вы подойдете к нему и представитесь пришельством того света. И теперь самое главное. Пресс-экспресс, как и всякая серьезная аналитическая организация, имеет своих информаторов в редакциях почти всех газет. Так вот, из бульварных редакций нам сообщают, практически все составы редакций уже полностью зомбированы или запрограммированы теми посетителями редакции, которые действительно обладают нечеловеческими способностями. Таким образом, редакции бульварных газет являются как бы центрами агентов влияния мировой империи зла, потустороннего мира. То же самое относится и к уличным продавцам бульварных газет. Их зомбируют покупатели, излучая параноидальные импульсы страха, в которых продавец потихоньку начинает чувствовать себя комфортно. Но хуже всего, как обычно, читателям, которые читают тексты, составленные зомбированными журналистами, и потихоньку привыкают к ним. Это для них род наркотика. Медики в последнее время применяют даже такой термин – газетоголизм. Поэтому, если вам в компании настоятельно рекомендуют прочесть некую любопытную заметку, прежде всего подумайте, стоит ли делать этот первый шаг к тому, чтобы стать бульварно-зависимым. В стране начался бум нелегальной добычи драгоценностей. Бьет тревогу в субботне независимый Михаил Харитонов. Видимо, не обошлось без влияния отрицательной энергетики публикации в бульварных газетах. И потому вполне серьезный, сенсационный совет всем страдающим от стрессов. Комментатора Александра Новикова. В последнее время резко возрос интерес к нетрадиционным способам лечения. И это понятно. Лекарства дороги, да и где они? В хорошую клинику не пробьешься. Вот и лечимся. Кто как может. Улучшаем и укрепляем свою белую ауру. Кто у экстрасенсов, кто у шаманов. Но дело это, оказывается, можно поставить и на сугубо научную основу. Совсем недавно мне в руки попалась перепечатка доклада Южно-Курильского общества аурологии под любопытным названием. О некоторых электро-психофизиологических свойствах московских трамваев и их влиянии на здоровье человека. Дело в том, что едущий в трамвае пассажир подвергается влиянию специфических индуктивных электромагнитных токов. Достигается это за счет того, что ток идет как по рельсам, так и по проводам, создавая при этом совершенно уникальный лечебный эффект. Для усиления этого эффекта автор статьи рекомендует обматывать голову обычной медной проволокой, которую можно запросто купить почти у любой трамвайной остановки. Интересно также и то, что различные маршруты трамваев помогают от различных болезней. Так, например, 3-й и 39-й уменьшают количество неврозов и почти начисто излечивают алкоголизм. 7-й и 5-й помогают при болезни печени и почек, а 1-й хорош для лечения бронхиальной астмы. Хотелось бы только заметить, что такое лечение не панацея, но в целом дает хорошие результаты, а главное, совершенно безвредно и доступно каждому. Да, пожалуй, самое главное, избегайте ездить от конечной до конечной, так как накапливается излишний энергопотенциал, который выводится из организма с огромным трудом. Если у вас около дома не ходят трамваи, получите советы от японских модельеров в «Субботней независимой газете», один из которых «Человеку должно быть комфортно в одежде, которую носит». Известие 2 апреля сообщают две сенсационных новости. В Назарете на родине Иисуса Христа будет сооружен мемориал к 2000-й годовщине со дня его рождения. И второе. Мстислав Ростропович уходит с поста дирижера Национального симфонического оркестра США. Кто приходит? Нет, не в дирижеры. И как? Новые изобретения наших друзей. Известно, что в народе в последнее время наибольшей популярностью пользуются водки с названиями наших известных политических деятелей, например, Горбачев. Как компьютерная фирма мы решили в порядке диверсификации развить это народное начинание и выпустить целый набор предвыборных водок с именами известных кандидатов в депутаты. Перед вами один из образцов нашей продукции – это водка новодворская. Естественно, это не единственный образец. Мы имеем также около 10 видов других водок, причем эти водки отличаются как и по вкусу, так и по цвету. Например, водка с названием «зюганов» у нас имеет розовый оттенок с добавлением калины, а водка с названием «боровой» у нас имеет оттенок экономической свободы. Кроме вкуса и цвета, мы сумели заложить в нашу продукцию еще и программу каждого кандидата, а также его характеристики, личные характеристики характера. Сделать мы это смогли, используя новые достижения нашей фирмы в области сжатия информации. Вы видите на обратной стороне каждой нашей бутылки штрих-код, который на Западе используется для кодирования цены. Мы пошли дальше, и с помощью этого штрих-кода мы кодируем как раз ту информацию, о которой я говорил. Для того, чтобы увидеть, как работает наш прибор, достаточно иметь небольшой компьютер и устройство. Я считываю штрих-код с помощью моего устройства, и через некоторое время компьютер выдает мне ту информацию, о которой я говорил, данные кандидата и его предвыборную программу. Любви все возрасты покорны, а сексу. Под таким заголовком, сомневающийся в последнем подростке, получат в субботнем труде консультации психолога. Перечитав Льва Толстого, организаторы дискотеки «Лисес» решили открыть у себя публичный дом. При этом заявили газете срочно в номер, что депутаты городской думы будут иметь значительную скидку в тарифе. Может быть, уже через год первоапрельский праздник, по предложению Валерии Новодорской, будет превращен в день думаков. До свидания. Сгорел под окном газетный ларек, это право, не беда. Разбились единственные очки, это тоже ерунда. Почтовый ящик сорван шпаной, это грустно, но пустяки. Зато пока телевизор цел от уже кое-что, пресс-экспресс заменит вам ларек, очки, почтовый ящик. Пресс-экспресс послужит вам штурманом в океане прессы. Пресс-экспресс, пресс-экспресс. Пресс-экспресс.